Согласно легенде учений, на месте условного происшествия произошел резкий подъем уровня воды после интенсивных продолжительных дождей. В результате все жилые дома подтоплены. Спасатели тут же приступают к эвакуации жителей в безопасное место, а затем и проведению аварийно-восстановительных работ. Такая практика помогает сотрудникам МЧС всегда быть в форме, а в случае чрезвычайной ситуации действовать незамедлительно. Вторые занятия всероссийских командно-штабных учений были посвящены тушению возможных лесных пожаров. Сейчас в пожароопасный период эта проблема особенно актуальна. Спасатели отрабатывали навыки ликвидации возгораний на открытой лесной территории в условиях, максимально приближенных к реальным. Всего же в течение трех дней участникам учений предстоит не только усовершенствовать собственные приемы при ликвидации чрезвычайных ситуаций, но и проверить работоспособность пунктов временного размещения населения и исправность всех систем оповещения. Согласно легенде учений, на месте условного происшествия произошел резкий подъем уровня воды после интенсивных продолжительных дождей. В результате все жилые дома подтоплены. Спасатели тут же приступают к эвакуации жителей в безопасное место, а затем и проведению аварийно-восстановительных работ. Такая практика помогает сотрудникам МЧС всегда быть в форме, а в случае чрезвычайной ситуации действовать незамедлительно. Развернуты аэромобильные группировки, которые практически отрабатывают нормативы по ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также оказание помощи населению, которое может пострадать в результате возможных поводковых явлений. Уровень подготовки всех подразделений, принимающих участие, задействованных в проведении данного командно-штабного учения, можно оценить как готовый к действиям по предназначению. Вторые занятия всероссийских командно-штабных учений были посвящены тушению возможных лесных пожаров. Сейчас пожароопасный период, эта проблема особенно актуальна. Спасатели отрабатывали навыки ликвидации возгораний на открытой лесной территории в условиях, максимально приближенных к реальным. Всего же в течение трех дней участникам учений предстоит не только усовершенствовать собственные приемы при ликвидации чрезвычайных ситуаций, но и проверить работоспособность пунктов временного размещения населения и исправность всех систем оповещения.